Добро пожаловать в Хибинск! Добро пожаловать в Хибинск! Симпатичный, но главное снега много. 15 минут, пожалуйста, заезжай, высаживай и убегай. Ну, как и в Шереметьево, да, 15 минут. Но если приезжаешь на кардшеринге... То что? Бросаешь машину и летишь, все. А, ну это... Буквально 15 минут от Аппатит. Кировск. Ну и, собственно, сами Аппатиты. Кировск, а не Аппатиты. А горы, как это называется? Хибины. А, Хибины, точно. Я, видите, все понятия спутал. Горы Хибины. Аппатиты город, Кировск тоже город. Все, друзья, мы прибыли. По количеству снега настроение у нас очень хорошее. Друзья, а объявления в подъезде вот примерно такие. Друзья, лайфхак. Если купить билеты через интернет, через сайт, то они получаются несколько дешевле. Потом вы их просто распечатываете вот в таких терминальчиках. Сегодня метет. Ох, ребятки, как же хорошо, когда солнышко и не дует. Но такое здесь бывает очень редко. И вот этот подъемник, вот этот, конечно, очень медленно. Если сильный ветер, вы на нем едете, вы просто промерзаете насквозь. Чего не скажешь вот об этом подъемнике. Здесь либо кабинки, либо купола на креслах. Спокойно едете, комфортно, все здорово. Ну а в шайбе, кстати, вот сейчас 800 рублей стоит шведский стол на человека. И 400 рублей на ребенка. Ну то есть на троих 2000 по европейским ценам вообще копейки. Ну а так, конечно, внушительно. Что ты хотела сказать? До 12 лет. До 12 лет. Ну нашему 11, поэтому нормально. А так, посмотрите, когда солнышко... Ой! Ну просто все шикардос! И трассы жесткие, и снежок прям как надо. В общем, вот так впечатление в первый день. Кабинка. А потом креселка. Через одного. Поехали. Я еду. Поехали. Двигаем, двигаем, двигаем. Давай, моя хорошая. Ну, а где они натрачены-то? Все натрачено, отлично. Ходит черная, поехали. Давайте. Будьте на одном уровне. А то я вас в объектив не поймаю. Давайте. Во! Какая синхронность. Молодцы, мои хорошие. Молодцы! 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 Давай, Никита, догоняй. Уху! Как тебе, Святуль? Клево? Классная горочка, да? Ну-ка, где она у нас? Вон мы откуда съехали. Зачет, ребята, зачет, горка. Просто класс. Так, друзья, у нас на дворе уже ночь, ну, практически. Поехали. Уже трасса так себе, но... А нам нипочем. Ха-ха! Давай-давай! Вон тебя папа с камеры загоняет. Ну-ка! У-ху! Ха-ха-ха! Слушай, четенькая трасса, да? Вообще снежок мягкий, класс. Ночью кататься одно удовольствие. Но до семи. А вообще, друзья, вот то, что вы сейчас видите на своих экранах, это здесь нормальная, привычная картина. То есть хорошая погода для хибин. Солнышко, безветренно, это скорее исключение, чем правило. Правда? Но везде есть свои плюсы, свои минусы. Зато снегу много, он мягкий, никакого льда. Ну, в общем, в общем, как-то вот так. А мы продолжаем кататься вечером. Вот это у нас Кировск. Вот это у нас внизу, там большой Вудьявор. И вот наша трасса слева, если смотреть с Кировска на гору, на хибины. Ну что, поехали! Ну, друзья, иногда вот так просыпаешься и понимаешь, что сегодня будет идеальная погода. Посмотрите, как бывает в хибинах. Подъемники открываются в 10 часов, сейчас 9.30. Вот мы выходим из дома, и я уверен, застанем классный утренний вельвет. Итак, друзья, черная горочка. Так, я готов, поехали! Вот что такое, да? Ух! Давай-давай, пошел! Куда? Это уже внетрасовое катание. Астервес, а? Тачок, правда? Тачок, правда? Можно доехать прямо, как говорится, с разбега, не отталкиваясь. Ну, может быть, немножечко отпакнувшись. Нормально. Основной подъемник Вудьявора. Доехали. Собственными силами. Давай-давай-давай, отталкивайся, отталкивайся. Или будешь коньковым ходом, как я. В общем, друзья, нормально. Если палки не в руке держать, а отталкиваться, легко можно доехать. Приехали. И, конечно же, друзья, неоспоримым минусом вот этого, ну, получается, южного склона, да? Вот у нас шайба. Является то, что здесь только бугельные подъемники. Вот как хорошо было бы здесь на креселке. Идеальные склоны. Идеально отротрачены. Просто все классно, но нет креселки. То есть ноги фактически, ну, напряжены, когда едут, да? И вы приезжаете на вершину горы, и, ну, фактически уставшим начинаете спуск. А потом снова бугель. Поэтому, видите, здесь отдыхающих немного. Всем, конечно же, хочется на креселке отдыхая. Но, ну, вот так, то, что есть. Но склоны, конечно, здесь, ну, посмотрите. Некому бугры нарывать, поэтому все четенько. И вокруг тоже. Ну, вообще, красота. Но то, что я сейчас показываю, там не катаются. Просто опоры и бины. Вот так, друзья. Да? Ну, да. Все со мной согласны. Друзья, мы с вами на вершине горы. Самый верхний бугель. Смотрите после ветра, что здесь бывает на стойках подъемников. И, видите, те, кто хочет фрирайд, пешочком двигаются вот туда, к метеостанции. Какой там пухляк, друзья, вообще. Просто я даже передать вам не могу. Но идти надо долго. С полчаса, наверное, точно. Вот. А мы поедем вот по этой черной трассе вот туда вниз. Устаешь, конечно, на бугеле. Ну, ладно. Мы же не растения какие-то, правильно? Поехали. Двигаем. Музыка. Поехали. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох ты, красавец! Продолжение следует... Это, как я считаю, преимущество, потому что по уграм, например, в сточе уже после обеда кататься просто невозможно. А так, смотрите, все замечательно! Продолжение следует... Да, друзья, сказать прям особо нечего. Продолжение следует... Продолжение следует... Не поднимаетесь, не видно ничего. Ну вот оно облако, вот оно прям. Мы, можно сказать, головами его касаемся. Вот тут еще, наверное, фрирайд будет нормальный. Вот Кировск, в принципе, его даже видно. Но катание вверху некомфортное. Ну окей! Какое бы оно ни было, это же катание! Так что, поехали! Так, давай, уходим в сторону. Посмотрим, что за фрирайд вот здесь в трубе. Итак, друзья, заканчивается наш ваяж в Хибины на горнолыжный курорт Большой Будьявор. Мы уже собраны. Через несколько часов самолет, а я хотел бы вам сказать несколько, ну, заключительных слов. Напомню, мы брали скипас 5 из 7. Каждый из этих 5 дней нам удалось покататься. И один день из 6 дней пребывания была очень сильная метель. Трудно было удержаться на ногах, прогуливаясь по улице, не то что кататься. И, естественно, все было закрыто. Вот сейчас такая же картина, но очень похожая. Похожая тем, что курорт полностью закрыт. Хотя нет метели. Облачность довольно высокая. Но все равно вы видите на подъемниках, на канатной дороге отсутствие кабинок и кресел. Очень сильный ветер. А когда ветер, здесь все вымирает. В это время лучше заняться поездкой на снегоходах. Можно искупаться в бассейне в Тирвесе, посетить спа. Ну, или заняться чем-то подобным. Поэтому, друзья, если вы приехали там на 6 дней, на 7 дней, не надо брать скипаса. 6 из 6, 7 из 7. В любом случае погода внесет свои коррективы. Конечно же, средства за день, который вы не откатаете, никто вам возвращать не будет. Так что, вот это нужно иметь в виду. Мы были об этом предупреждены. Ну и, соответственно, поступили, как я считаю, правильно. Так, оставлю обязательно вам контакты хорошего такси из Апатит. Это же такси может вас и из Мурманска доставить сюда. А контакты этой квартиры, как вы видите, мы живем практически возле подъемника. 10 минут до него пешочком. Мы даже не оставляли ни разу вещи, горнолыжное оборудование в камерах хранения. Потому что вполне себе нормально, прям с горки съезжали вдоль дороги, вот так вот по обочине, на лыжах, вот прям сюда, ну практически к подъезду, да, 100 метров идти. Ну, в горку поутру, конечно же, приходилось идти с оборудованием, но утром это не так напряжно. Так, ну, в принципе, наверное, это и все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, поделюсь информацией, которая у меня есть. А так, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, занимайтесь спортом, будьте здоровы и всего доброго!